Телеканал КРТ представляет Да я и сам, наткнувшись на новость, в зоопарке Нью-Йорка коронавирус подхватила тигрица Надя, подозревают смотрителя, так и побоялся прочитать, каким образом она его подхватила. В конце концов, ведь демократам мы регулярно воздаем должное за их либерализм, чтобы их детей лечила Ульяна супруга. От себя добавлю, что, к сожалению, западный мир по-прежнему глух к нашим непогрешимым Кассандрам, предпочитая служить собственных пророк. Добрый вечер, в эфире очередная программа «Международная панорама» и ее ведущий Дмитрий Джангиров. Тема пандемии продолжает задавать повестку дня мировой политики, ежедневно давая возможности либо национальным лидерам, либо оппозиции попиариться на коронавирусном хайпе. Что, впрочем, несложно, ведь от потока тревожных новостей крышу сносит даже у, казалось бы, невозмутимых британцев. Так, например, в Великобритании зафиксированы уже три случая поджога сотовых вышек с 5G-связью. В многотысячных группах в социальных сетях утверждают, что коронавирус появился в китайском городе Ухань, потому что там недавно запустили 5G. А теперь вирус распространяется во всех городах, в которых есть 5G. Да я и сам, наткнувшись на новость, в зоопарке Нью-Йорка коронавирус подхватила тигрица Надя, подозревают смотрителя, так и побоялся прочитать, каким образом она его подхватила. В то же время Китай, судя по всему, уже выходит из эпидемии и отказывается от ограничительных мер. В ряде европейских стран, похоже, наступил перелом к лучшему, а вот в США COVID-19 продолжает собирать свою скорбную жатву. На момент выхода программы количество заразившихся, скорее всего, преодолеет рубеж в 400 тысяч, а умерших в 10 тысяч. Однако, благодаря своей харизме, Дональду Трампу удается сохранить небольшой перевес тех, кто считает его деятельность по борьбе с эпидемией позитивной, над носителями негативных оценок. А благодаря триллионным раздачам денег, абсолютное большинство американцев по-прежнему поддерживает экономическую политику президента. И общая оценка деятельности Трампа по-прежнему находится на рекордных величинах в районе 46-47% одобрения, всего на 2-3% уступая числу недовольных. Однако, объективные экономические показатели, в отличие от биржевых, залитых рекордными финансовыми потоками от ФРС, весьма тревожны. Так, со ссылкой на международное рейтинговое агентство Moody's, влиятельнейшая The Wall Street Journal утверждает, что меры по борьбе с распространением коронавируса, предпринимаемые федеральными властями и правительствами штатов, парализовали более четверти экономики США. По оценке агентства, в результате карантинов и прочих ограничительных мер, падение дневного ВВП США составило 29% по сравнению с ситуацией до введения карантинных мер в начале марта, или примерно 20 миллиардов в день. Один только штат Калифорния теряет по 31,5% дневного ВВП, что составляет 2,8 миллиарда долларов. Понятно, что на таком фоне Дональд Трамп пытается сделать упор на готовность американской медицины к коронавирусу, вопреки противоположным заявлениям оппонентов. Так, в достаточно тяжелом состоянии находится премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, который с диагнозом коронавирус находится в отделении интенсивной терапии. По сообщению The Guardian, в рамках курса лечения он проходит кислородную терапию, однако искусственная вентиляция легких ему не требует. И Дональд Трамп не только пожелал выздоровления своему союзнику, но и предложил медицинскую помощь в лечении британского премьер-министра. Как сообщает все та же Guardian, Трамп встречался по этому вопросу с американскими фармацевтическими компаниями и направил в Лондон группу медиков. Но я бы на месте лечащих врачей Бориса Джонсона проявил бы бдительность, так как свою беседу Дональд Трамп провел с главами компании, которые разрабатывают экспериментальные препараты против коронавируса. Так что Джонсон может оказать либо неоценимую услугу всему человечеству, если экспериментальный препарат подействует положительно, либо внести свой вклад в науку по принципу «отрицательный результат – тоже результат». The Guardian бесстрастно уточняет, что Трамп последовательно продвигает противомалярийный препарат гидроксихлорохин в сочетании с антибиотиком азитромицином, как изменяющий ход борьбы с коронавирусом. А вот информационное агентство Reuters, опираясь на информированные источники, утверждает, что президент США лобирует непроверенное лекарство от вируса, оказывая давление на санитарные власти для того, чтобы быстрее выпустить на рынок препарат от малярии в качестве лекарства от коронавируса. При этом препарат не прошел необходимые тесты. Сатирик Энди Боровиц из издания «The New Yorker», традиционно иронизирующий над Дональдом Трампом, на этот раз разродился фильетоном «Трамп рассчитывает на Нобелевскую премию по медицине». Цитата. «По словам Трампа, Нобелевка у него в кармане, благодаря его новаторскому применению гидроксихлорохина. Я столько говорил о гидроксихлорохине, что люди решили, что я его изобрел», – заявил Трамп. «А изобретателем таких лекарств полагается Нобелевская премия». Президент подчеркнул, что отсутствие у него медицинского образования не мешает ему ее получить. Наоборот, заметил он, тот факт, что я не врач, делает мои медицинские достижения еще более впечатляющими. По словам Трампа, он надеется, что Нобелевский комитет справедливее распределяет премии по медицине, чем премии мира. «Я миротворец, я великий миротворец, и где моя премия мира?» – спросил Трамп. «Если мне и премию по медицине не дадут, значит, там сидят одни мошенники». Конец цитаты. Впрочем, любые аналогии в отношении Дональда Трампа крайне рискованы. Например, решение о коммерческом освоении ресурсов Луны – это не степ сатирика, а реальный указ, или точнее, исполнительный ордер, подписанный президентом США 6 апреля и размещенный на официальном сайте Белого дома. Однако, пока Ройтерс констатировал, а Нью-Йоркер зубоскалил, The New York Times раскопал. Оказывается, продвижение Дональдом Федоровичем гидроксихлорохина связано не только с его Дон Кихотской по Сервантесу борьбой с коронавирусом, но и вполне Шейлоковской по Шекспиру жаждой наживы. Дело в том, что Трамп имеет личный финансовый интерес в компании «Санофи» – французском фармацевтическом предприятии, которое производит «Плакенил» – фирменную версию гидроксихлорохина. Крупнейшие акционеры «Санофи» включают «Фишер Ассет Менеджмент» – инвестиционную компанию, управляемую Кеном Фишером, главным донором республиканцев, включая компанию Дональда Трампа. Еще одним инвестором в «Санофи» является «Инвеско» – фонд, которым до назначения на должность министра торговли управлял Уилл Буррос. Впрочем, в защиту Дональда Федоровича можно упомянуть тот факт, что, согласно оценке экспертов журнала «Форбс», из-за карантинных мер бизнес-президента США уже потерял миллиард долларов. Ну и в завершении темы о политической составляющей COVID-19 в США будет несправедливо не раскрыть тему «А что там в головах у республиканских активистов?» На что жалуемся? На голову жалуются. Это хорошо. Легкие дышат, сердце стучит. А голова? А голова – предмет темный, исследованию не подлежит. В конце концов, ведь демократам мы регулярно воздаем должное за их либерализм, чтоб их детей лечила Ульяна Супрун. Так вот, в одном из оплотов вульгарного консерватизма издании «The American Sinker» в переводе «Американский мыслитель» – блин. 25 марта появился материал под названием «Политическая структура жертв коронавируса». В нем автор со статистическими данными, диаграммами, а также пеной у рта доказывает, что на каждого зараженного коронавирусом в штатах, управляемых республиканцами, приходится более четырех случаев коронавируса в штатах, управляемых демократами. Например, соотношение на 24 марта 2020 года составило 83% против 17%. При этом автор особо оговаривает, что речь идет не об абсолютных, а относительных числах, то есть сравнивается количество зараженных в различных штатах, деленное на численность населения этих штатов. Такое же соотношение и между относительной численностью умерших. При этом численность населения, проживающего в штатах, управляемых демократами и республиканцами, на начало 2020 года распределено как 54% к 46%. Дальнейшая статья сводится к метаниям автора между попытками разумно объяснить этот феномен и желанием дать понять, что убивают не столько темная сила коронавируса, сколько пагубная власть демократических губернаторов. При этом автор указывает, что эпидемии гриппа последних лет давали соотношение, близкое к указанному соотношению населения, проживающего в синих и красных штатах. Далее автор почти вплотную подходит к ответу на вопрос, сообщая, что без штатов Нью-Йорк и Нью-Джерси соотношение заболевших составляет 57% в демократических штатах против 43% в республиканских, что примерно соответствует долям населения. Но далее вновь уходит в рассуждение о влиянии партийной принадлежности губернаторов. А ведь на самом деле Ларчик просто открывался. Синие, то есть демократические штаты, намного более урбанизированы, нежели красные, республиканские, что предполагает в разы большее количество социальных контактов, способствующих распространению коронавируса. Кроме того, синие штаты в абсолютном большинстве находятся на Тихоокеанском и Атлантическом побережьях. И там расположены крупнейшие аэропорты, осуществляющие связь США со всем миром. Впрочем, автор статьи Гарри Гиндлер, наш бывший соотечественник, и статью он, скорее всего, писал с партийной ненавистью к демократам, возможно, даже напевая «И летели на земь демократы под напором стали и огня». С другой стороны, даже в самом ангажированном материале может содержаться немалая доля объективности. Так, губернатор штата Висконсин, демократ Тони Эверс, принял вполне разумное решение о переносе праймерис на 9 июня в связи с пандемией коронавируса. Тем более, что ранее в 15 штатах, а также на ассоциированной территории Пуэта-Рика, были приняты решения о переносе первичных выборов, либо замене их голосованием по почте. Однако, состоящий преимущественно из демократов, Верховный суд Висконсина принял мудрое, с точки зрения коронавируса, решение, признав, что губернатор превысил свои полномочия, и праймерис должно состояться именно 7 апреля. В результате сотни тысяч жителей Висконсина потянулись на избирательные участки, чтобы распределить 84 мандата на предвыборный съезд демократической партии между Джо Байденом и Берни Сандерсом, а заодно лишний раз поддержать статистику распределения заболеваемости COVID-19 в соответствии с партийностью губернатора штата. Хотя в данном случае демократ Тони Эверс ни при чем. Вторая по важности тема – это цены на нефть, которые после развала соглашения ОПЕК плюс 6 марта рухнули вниз. С точки зрения макроэкономики, 2 апреля в либеральную теорию эффективного рынка был забит очередной осиновый кол. Напомню, что эта теория гласит, мол, биржа дает наилучшую оценку стоимости экономических активов, и поэтому от нее следует отталкиваться при принятии решений об инвестициях и производстве. Скажите, пожалуйста, как можно ориентироваться на биржу, если сама биржа ориентируется на твиттер Дональда Трампа? Один твит Дональда Федоровича о переговорах лидеров России и Саудовской Аравии, а также о предстоящем сокращении добычи, цитата, «Только что побеседовал с моим другом Мухаммедом бен Салманом Аль-Саудом, наследным принцем Саудовской Аравии, который поговорил с президентом России Путиным, и я ожидаю и надеюсь, что они будут сокращать примерно на 10 миллионов баррелей, возможно, значительно сильнее. Может быть, даже до 15 миллионов баррелей. Хорошие, замечательные новости для всех». Конец цитаты. И стоимость июньских фьючерсов нефти Brent мгновенно подскочила почти на 47%. Правда, потом произошла существенная корректировка цены, но все равно рост был впечатляющий. Самое интересное, что Кремль опроверг переговоры Путина с бен Салманом, но это не отбросило цены вниз. Более того, даже после того, как стало известно, что запланированная на 6 апреля встреча в формате ОПЕК плюс не состоялась, биржевые цены не рухнули к исходным глубинам, а даже медленно поползли вверх. Дело в том, что инсайдеры убеждают, сделка состоится, слишком многое, и для слишком многих поставлено на карту в условиях резкого падения спроса на нефть в условиях пандемии. Так, согласно информации Reuters, на будущем заседании участники ОПЕК плюс, скорее всего, смогут договориться о сокращении добычи нефти, если на это пойдут и Соединенные Штаты. Главное расхождение между Россией и странами ОПЕК во главе Саудовской Аравии – от какого уровня добычи отсчитывать сокращение – от мартовского или апрельского. Дело в том, что Москва, в отличие от Эр-Риада и других членов ОПЕК, не наращивала добычу в апреле, а потому ей де-факто предлагают самое большое сокращение. В то же время и Саудовская Аравия, и Россия настаивают на сокращении нефтедобычи Соединенными Штатами, а также крупными нефтяными государствами, не входящими в ОПЕК плюс, в первую очередь Бразилией и Канадой. В целом, изначальная позиция Вашингтона добрым словом и угрозой санкций можно добиться намного большего, чем одним только добрым словом. Так президент Трамп пригрозил ввести пошлины на российскую и саудовскую нефть, если цены останутся на нынешнем уровне. Цитата. «Если они не договорятся, я веду пошлины, очень существенные пошлины». Конец цитаты. Однако эта угроза осталась пока без реального наполнения. А вот два сенатора-республиканца, Кевин Крамер и Дэн Салливан, внесли законопроект, согласно которому, если Эр-Риад не сократит добычу нефти, то Вашингтон выведет из Королевства войска и системы ПВО. Согласно информации Ройтерс, получив поддержку всех республиканцев, представляющих в Верхней Палате нефтеносные районы, Крамер и Салливан планируют в ближайшую субботу, 11 апреля, прибыть в Эр-Риад для переговоров с официальными лицами Саудовской Аравии, больше напоминающими обсуждение ультиматума. При этом американские законодатели надеются, что сделка в формате ОПЕК-плюс произойдет до их визита. Что касается возможности сокращения Соединенными Штатами синхронно с ОПЕК-плюс добычи нефти, то Дональд Трамп не отверг эту возможность, хотя и высказался уклончиво на пресс-конференции в Белом Доме. Цитата. «Это решение, которое мы должны принять. Может, мы примем его, может и нет». Конец цитаты. При этом глава Белого Дома отметил, что пока к нему не обращались с такой просьбой, и он полагает, что добыча сократится автоматически, поскольку на рынке просто нет спроса. Пока же можно констатировать следующее. Владимир Путин дал принципиальное согласие на сокращение России объемов добычи нефти на совещание о ситуации на глобальных энергетических рынках 3 апреля. Дональд Трамп в год выборов не может не считаться с проблемами нефтяной отрасли, тем более, что нефтяники и сланцевики являются крупными донорами республиканской партии. Тем более, что по информации The National Interest, одна из крупнейших сланцевых компаний США Вайтинг Петролиум 1 апреля начала процедуру банкротства. Издание указывает, что сегодня многие производители в этой области вынуждены расплачиваться по кредитам на фоне войны в области нефти, которую ведут между собой крупнейшие мировые производители энергоресурсов. Ну, а наследный принц Мухаммед бен Салман не готов терять столь могущественного и при этом чуть ли не единственного стратегического союзника, как Дональд Трамп. Вот и саудовская пресса резко сменила боевой тон на примирительный. Международное издание Аш-Шарх Аль-Аусад, принадлежащее членам саудовской королевской семьи, вечером 7 апреля поместило статью «Саммит ОПЕК плюс дает шанс мировым игрокам создать новый нефтяной картель». В статье прямо указывает, цитата, «экономические аналитики считают крайне важной встречу ОПЕК плюс и других производителей нефти, провести которую в четверг 9 апреля предложила Саудовская Аравия. Это большая и редкая возможность, которая требует от Вашингтона и Москвы высокого уровня сотрудничества с Эрриадом по созданию нового картеля для контроля над глобальными энергетическими рынками». Ну а популярная ежедневная саудовская газета «Оказ» в материале «Цена на нефть напрямую зависит от решений Эрриада» утверждает, что «сокращение добычи нефти на 10 миллионов баррелей служит в первую очередь интересам Саудовской Аравии и даст ей больше, чем ранее отвергнутая России соглашение». Более подробно и более профессионально мы обсудим проблемы рынка нефти с Борисом Марцинкевичем, экспертом в сфере энергетики, ведущим автором сайта «Геоэнергетика». Добрый вечер, Борис. Добрый вечер. Первый вопрос, возможно, наивный. Саудовская нефтедобывающая компания «Арамка» на фоне экономического кризиса существенно сократила свои капитальные расходы. Как она может так быстро и резко нарастить добычу? Не блефовал ли Эрриад? Ну, информацию о том, что у них происходит действительно в нефтяном секторе, сейчас получить достаточно сложно. Не самая открытая страна. И пока, кроме того, что она продекларировала увеличение чуть ли не на 4 миллиона баррелей в сутки добычу, никаких их подтверждений, об этом нет. Была разовая отправка, по-моему, 15 танкеров разом, но неизвестно, куда они, собственно говоря, отправились. То ли на европейский рынок, то ли в Юго-Восточную Азию сказать сложно. То есть пока из независимых источников, неангажированных, так скажем, о том, что действительно происходит в Саудовской Аравии, понять очень сложно. Как известно, Дональд Трамп весьма резко высказался относительно ОПЕК, назвав ее незаконной структурой. С точки зрения американского антимонопольного законодательства, в основе которого лежит акт Шермана 1890 года, теоретически президент США прав. Однако, с другой стороны, именно картельный характер ОПЕК и ОПЕК-плюс позволял поддерживать цены на нефть на уровне, приемлемом для американских нефтянников и особенно сланцевиков. Но главный вопрос, возможно ли ограничение добычи нефти в Соединенных Штатах, где на рынке нефтедобычи действует большое количество частных компаний, в отличие от большинства других стран, где нефтяные компании либо государственные, либо под значительным государственным контролем? Вот эта история о чрезвычайной либеральности американской экономики, она, конечно, такая известная сказка «Устойчивый миф». Если говорить о регионах добычи нефти в США, то это, прежде всего, Техас, в котором добыча по итогам 19-го года была порядка 5,5 миллионов баррелей в сутки, то есть чуть меньше половины того, что добывают Соединенные Штаты, там регуляторы есть, внутри штатовские, то есть внутри штата Техас, управление железной дороги, как ни странно, название есть, оно вроде бы как с нефтью не связано, но связано с теми временами, когда не хватало нефтепроводов и основная масса перевозки нефти сочеталась с железной дорогой. У него такие возможности есть. Если говорить о том, было бы желание, можно, конечно, кивать на антимонопольные акты и прочее, а можно присмотреться к тому, на основании чего выдана лицензия, соблюдаются ли природоохранные меры, нет ли необходимости дополнительно усилить защиту экологии, в связи с чем, конечно, необходимо прервать действия лицензии. Говорить о том, что Соединенные Штаты являются приверженцами свободного рынка и прочие красивые слова, когда они на протяжении уже последних нескольких лет только тем и занимаются, что выводят то, что мы называем санкциями, но это для красоты и для простоты. На самом деле санкции имеют право применять на этой планете только Совет Безопасности ООО, а то, что предпринимают Соединенные Штаты и группа товарищей сочувствующих, это называется односторонние дискриминационные меры. Никакого отношения к рынку они не имеют, никакого отношения к международному праву они не имеют. То есть работать вне доктрины либеральной экономики, вне свободного рынка и прочего Соединенные Штаты умеют просто великолепно. Было бы желание приостановить, сократить, тем более, что не дальше, как вчера, по-моему, ну или сегодня уже, с учетом разницы своего времени, управление информацией при Министерстве энергетики США свой прогноз до конца году опубликовал, они считают, что вне зависимости от всех этих ОПЕК+, ОПЕК-плюс-плюс, они ожидают к концу года сокращение добычи на территории Соединенных Штатов на 1,6 миллиона бар людей, без всяких дополнительных мер. Это их оценка, это не кремлевская пропаганда и не киселевская зала, более чем серьезная организация. То есть ситуация, вероятнее всего, в сланцевой нефти, они там полной расшифровки не дали, кто будет сокращаться, но такая у них оценка того, что происходит у них внутри США. Задам еще важный вопрос. Любая новая сделка ОПЕК-плюс или ОПЕК-два-плюса, как сейчас говорят, имеет смысл, если мировая экономика уже в ближайшее время начнет выходить из карантина, увеличивая потребление нефти. Участники потенциального соглашения в апреле предполагают окончание карантина основных экономик мира с начала или середины мая? Если исходить из той информации, которую время от времени дает Азербайджан, насколько я понимаю, Министерство энергетики Азербайджана сейчас назначено организатором вот этой конференции, видеоконференции, как они ее правильно называют, предполагается, что соглашение, если оно будет достигнуто, будет действовать в течение трех месяцев. То есть на самом деле происходит приблизительно то, что предлагал министр энергетики Новак на последней встрече 6 марта не торопиться, внимательно следить за тем, какое действие оказывает тогда еще пандемия, теперь уже... нет, тогда еще эпидемия в Китае, сейчас тоже всемирная пандемия по меркам возраста, на три месяца очевидно для того, чтобы спокойно посмотреть, что были с ковидом, выйдет из него мир, весь выйдет, не весь выйдет. Там нет желания какое-то глобальное соглашение на несколько лет вперед подписывать. То есть вот на три месяца потом оценить развитие ситуации, назначать следующие либо технические встречи, либо еще как-то. И последний вопрос. Потенциальное вторжение американских войск в Венесуэлу имеет целый ряд измерений. Отдайте, пожалуйста, оценку нефтяной составляющей. Насколько контроль над боливарианской нефтью может стать ценным призом для Вашингтона в ближайшей перспективе? Если говорить о той нефти, которой штатам не хватает, ведь они одновременно и экспортер нефти, и импортер нефти, ВТА и та нефть, которая добывается методом гидроразрыва пласта, они ввели дополнительный сорт нефти, Бакен, так и называется, некий усыднен. Но это легкие сорта. Для того, чтобы нефтеперерабатывающие заводы работали в штатном режиме, им необходима тяжелую нефть, нефть тяжелых сортов. Вот ее приходится завозить. Определенный объем, естественно, закупается в Канаде, тяжелая нефть, там есть все в порядке. Но логистика поставок тяжелых сортов нефти от Канады до южных регионов США достаточно затруднительна. И для самой Канады, и для штатов, и в какие деньги это выльется, тоже непонятно. 12 крупных нефтеперерабатывающих заводов, расположенных на побережье Мексиканского залива, технологически были рассчитаны на то, что поставки будут идти в венесуэльской нефти. Они немножко отличаются по химическому составу от канадской венесуэльской сорта. Соответственно, когда в 2019 году полномасштабно начали действия против Венесуэлы, те самые дискриминационные меры, эти поставки были прекращены. По химическому составу венесуэльские сорта практически один в один можно заменить таким сортом, как иран-хэви. Этого тоже не случилось, поскольку с Ираном тоже у Соединенных Штатов достаточно замысловатое отношение. И именно после этого в три раза были в физическом висчислении увеличены поставки тяжелой нефти ЮРОС, российская, поскольку она тоже подходит по химическому составу. Понятно, что контроль над венесуэльской нефтью для Соединенных Штатов это стратегическое значение имеет. Не надо забывать, по доказанным запасам нефти Венесуэля занимает первое место на планете. Понятно, что этот контроль Штатам крайне выгоден, но удастся ли это сделать чисто физически, это уже, наверное, вопросы к военным аналитикам, как себя Соединенные Штаты могут представить открытое вооруженное действие на территории Венесуэля. Попытки переворотов там, по-моему, вообще никогда не останавливаются. Я надеюсь, что и в дальнейшем с вашей помощью мы будем разбираться с традициями нефтяного рынка. Я благодарю вас за ваши комментарии. Это был Борис Марцинкевич, эксперт в сфере энергетики. В первых числах апреля, вскоре после обвинений президента Венесуэлы Николаса Мадуро и его ближайшего окружения в торговле наркотиками и наркотерроризме, Южное командование вооруженных сил США приступило к военной операции в латиноамериканском регионе. В операции военно-морских сил США в Карибском море задействованы десятки военных кораблей и авиация от самолетов-разведчиков и вертолетов до дронов. Официальная цель операции – базы и инфраструктура наркокартелей. Однако после недавних заявлений министра юстиции США в отношении Мадуро и высшего руководства Боливарианской республики существуют вполне конкретные подозрения в отношении реальных целей концентрации ударной группировки в Карибском бассейне. Со своей стороны Николас Мадуро, как главнокомандующий, объявил мобилизацию частей национальной артиллерии. Согласно изданию «Эль Темпо», официальная причина мобилизации – подготовка государственного переворота со стороны финансируемых из США антиправительственных вооруженных группировок. В обращении к нации президент Мадуро заявил, цитата, «Я приказал мобилизовать артиллерийские орудия для подготовки к борьбе за мир в Венесуэле. Мобилизация проводится в рамках действующей операции «Боливарианский щит». Конец цитаты. При этом эксперты предполагают, что возможное вторжение в Венесуэлу, кроме очевидной цели контроля над нефтью, может стать для Трампа важным элементом избирательной кампании. Дело в том, что в штатах так называемого «стального пояса», ныне нередко именуемого «ржавым», где разворачивается серьезная борьба между кандидатами, существует большой запрос на искоренение наркомании. И для Дональда Трампа, который хочет не только повторить свой успех 2016 года в Мичигане, но и перенести его на Иллинойс, важно проявить себя бескомпромиссным борцом с наркотрафиком. Важным союзником Вашингтона возможной операции против Каракаса является Колумбия, министр обороны которой недавно заявил о поддержке возможного вторжения США в Венесуэлу. В то же время группа колумбийских оппозиционных конгрессменов и общественных движений в письме к президенту Колумбии Ивану Дуке призвали его отказаться от любых планов интервенции в Венесуэлу. Авторы письма напоминают президенту, что решения такого характера должны быть одобрены Конгрессом, который в свою очередь до 13 апреля не работает из-за карантина, вызванного эпидемией COVID-19. Мы будем следить за развитием ситуации в регионе. Нет сомнений в том, что коронавирус COVID-19 меняет и политическую, и социальную, и психологическую картину мира. Разработчик методологии комплексной оценки российской пропаганды Денис Богуш в своем материале на сайте Центр исследования России доказывает, что COVID-19 был искусственно создан в лабораториях Российской Федерации, а конечной целью его распространения по миру должно было стать снятие антироссийских санкций и утверждение авторитета хозяина Кремля Владимира Путина. Господин Богуш предполагает, что коронавирус был разработан в научном центре вирусологии «Вектор» в Наукограде Кольцова около Новосибирска. Эксперт считает, что возможным началом распространения коронавируса COVID-19 в качестве бактериологического оружия были Всемирные военные игры в октябре 2019 года в китайском городе Ухань. На этих играх присутствовали команды разных стран мира, в том числе США и Российской Федерации. Богуш предположил, что перед началом бактериологической военной операции в Российской Федерации была разработана вакцина на случай эпидемии на территории Российской Федерации. По смоделированному экспертом сценарию пандемия коронавируса распространяется бешенными темпами. В частности, во время эпидемии в Китае специальные диверсионные группы Российской Федерации начинают заражать и управлять интенсивностью распространения COVID-19 в разных странах. Впоследствии Российская Федерация помогает разным странам мира и первой якобы изобретает вакцину. Цитата. Эта помощь после преодоления пандемии приводит к снятию санкций с Российской Федерации и восстановлению авторитета Российской Федерации и Владимира Путина лично в мире. Конец цитаты. От себя добавлю, что, к сожалению, западный мир по-прежнему глух к нашим непогрешимым Кассандрам, предпочитая слушать собственных пророков. Так, сравнительно независимый от либерального фонда Билла и Мелинды Гейтс Project Syndicate, 6 апреля предоставил слово выдающемуся экономисту современности Дэнни Родрику. Этому американо-турецкому ученому принадлежит формулировка знаменитого парадокса Родрика или парадокса глобализации. Согласно Родрику, так называемая трилемма глобализации предполагает наличие конфликта между демократией, экономической глобализацией и неограниченной автономией или суверенитетом государством. И сосуществование этих трех целей политики на уровне национального государства невозможно. В материале «Ковид-19 радикально изменит мир» вопросительный знак Дэнни Родрик дает отрицательный ответ на вынесенный в заголовок вопрос. Но не потому, что мир вернется в некое равновесие, а наоборот, мир продолжит свое движение в сторону от привычного уклада. Цитата. «Те, кто хочет расширить роль государства и количество общественных благ, получат массу причин полагать, что этот кризис оправдывает их убеждения. И точно так же, кто скептически относится к государству и осуждает его некомпетентность, обнаружат подтверждение своих прежних взглядов. Те, кто хочет расширить роль глобального управления, будут доказывать, что более сильная международная система государственного здравоохранения позволила бы снизить издержки пандемии. А те, кто стремится к укреплению национальных государств, начнут указывать на множество примеров, когда ВОЗ явно ошибалась в борьбе с пандемией. Если говорить кратко, COVID-19, наверное, не изменит и уж тем более не повернет вспять тенденции, которые появились до кризиса. Неолиберализм продолжит медленно умирать. Авторитарные популисты будут становиться еще более авторитарными. Гиперглобализация будет по-прежнему в обороне, а национальные государства будут возвращать себе политические позиции. Китай и Соединенные Штаты будут и дальше двигаться по пути к столкновению. А внутри национальных государств борьба между олигархами, авторитарными популистами и либеральными интернационалистами будет нарастать, пока левые с трудом пытаются разработать программу, привлекательную для большинства избирателей. Конец цитаты. Немного ранее, 1 апреля, влиятельнейший немецкий Дэр Шпигель взял интервью у знаменитого немецкого социолога Армина Насехи. Под весьма характерным заголовком «Сейчас происходит то, о чем мы всегда говорили. Этого не может быть». В интервью очень много места посвящено социологическим и психологическим вопросам карантина. Но под конец журналист начал задавать прямые вопросы и получать на них прямые ответы. Так, на вполне ожидаемый вопрос «Видите ли вы различия в реакции на кризис между нашим открытым обществом и коммунистической системой?» был получен неожиданный ответ. Цитата. «Должен признаться, сначала я думал, что в Китае проще ввести принудительные меры, потому что тамошнее общество намного более консолидировано. Поведение, например, премьер-министра Баварии Зёдера разительно отличается от действий Коммунистической партии. Тем не менее, как оказалось, ввести решительные ограничения не так уж и сложно. Наверное, нам нужно забыть наше зазнайство. Мы всегда предполагаем, что другие должны учиться у нас. Но, возможно, сейчас нужно действовать как раз наоборот». Конец цитаты. И в завершении Армин Насехи высказался по поводу сильного национального государства. «Тот, кто думал, что государство не так важно, видит сейчас, что во время серьезных кризисов общество без государства и без поддерживаемых государством инфраструктур не способно выжить. Интересно наблюдать за возвращением национального государства, а не Европы. Европа в этом кризисе пока проявляет себя довольно слабо. Я не вижу, чтобы Европа чем-то сильно помогла итальянцам в эти тяжелые времена. Структуры национального государства оказались в этой ситуации более сильными, чем межнациональные». Более подробно на тему вызовов, которые несет пандемия коронавируса европейскому единству, мы поговорим с директором института «Новая Украина» Святославом Денисенко. Добрый вечер, Святослав. Добрый вечер. Первый вопрос. Почему центральные органы Евросоюза не смогли оперативно отреагировать на эпидемию? Ведь, казалось бы, общеевропейская проблема – звездный час для евробюрократии. Да, безусловно, реагирует европейская бюрократия, подчеркну, как всегда, с определенным запаздыванием. Почему это происходит? Дело в том, что к началу этой эпидемии Европейский Союз уже подошел, и общеевропейские структуры уже подошли в состояние обострившихся противоречий. Что имеется в виду? В связи с Брекзитом, по понятным причинам, сократилась располагаемая сумма в бюджете Европейского Союза. Взносы Великобритании ежегодно – порядка 16,5 миллиардов евро. Соответственно, необходимо было эти выпадающие доходы бюджетные определенным образом заместить. И вот здесь уже где-то с конца 2018-го, начала 2019-го года, когда началось обсуждение финансовой рамки Европейского Союза большой, семилетней, вот тут уже и начались проблемы. Франция хотела больше инвестиций европейских в армию, Германия хотела больше европейских денег на экологию, естественно, восточноевропейские государства хотели больше европейских денег на политику выравнивания, на политику сплочения. Соответственно, вот эти противоречия, они блокировали совместные действия и усложняют до сих пор, уже не принято, это большая бюджетная рамка. Соответственно, европейские структуры, работающие по принципу консенсуса, когда необходимо достичь согласия всех, они традиционно запаздывают в этом смысле. И в вопросах выделения общеевропейской помощи, первым, конечно, сработал Европейский Центробанк, он объявил о программе выкупа, расширил программу выкупа активов до 750 миллиардов евро. И это, конечно, на сегодняшний день очень серьезно помогает, скажем так, правительствам Европы с размещением своих облигаций. И спасает определенным образом рынки финансовые европейские от коллапса. А что касается, собственно, программ на уровне Европейской комиссии, то было принято три решения. Выделение из экстренных фондов 37 миллиардов евро на помощь странам, наиболее пострадавшим, туда входит и помощь бизнесу, и, так сказать, помощь населению. 800 миллионов евро выделили на медицину и приняли решение, так сказать, пересмотреть некие правила общеевропейские, введенные для авиационных компаний, для того, чтобы они не терпели убытки на этот период. Конечно же, этого мало. Но здесь европейские лидеры не могут, очевидно, опять договориться о механике совместных действий по преодолению кризиса. Рассматриваются два варианта. Первый – это задействование европейского стабилизационного механизма ЕСМ емкостью более 400 миллиардов евро. И второй механизм – выпуск совместных европейских облигаций, на чем настаивает ЮГ. Вот смотрите, сейчас, вот это два очень важных вопроса, как раз хотел по обоим пройтись. Ну вот сегодня утром стало известно, что не договорились они по вот этой сумме, которая там ближе к 500 миллиардам евро, так сказать, не смогли достичь договоренности. Ну, сказали, но зато продвинулись к ней. Да, у них уже было несколько раундов. Первый раунд по совместным мерам был в марте, в конце марта, ну, 26-го числа. Вот. Потом заседание министров финансов состоялось вот совершенно недавно. Они не могут договориться, почему. Потому что здесь есть вопрос, каким образом, даже не распределять деньги, а каким образом, так сказать, кто будет нести ответственность за них. Вот европейский стабилизационный механизм, там квотный принцип внесения средств, да, вот, он частично наполняется деньгами из бюджета Европейского Союза, а частично по квотному принципу его наполняют каждая страна. А вот выпуски европейских облигаций, на чем настаивает ЮГ, это появление некого инструмента финансового, за который консолидировано будут отвечать и Германия, и Франция, и Греция, и Литва с Латвией. Соответственно, для Германии, Нидерландов, там, и, по-моему, Австрии, если я не живу, такой вариант развития событий неприемлем. Почему? Они не доверяют своим коллегам по Европейскому Союзу в части соблюдения их бюджетных правил. Они боятся, что страны Юга, которые, ну, в частности, Италия, которые до сих пор не могут привести, и сейчас уже вряд ли от них это можно ожидать, привести свои, так сказать, дефициты бюджета к разумному значению, к масс-трихских критериям не больше 3%. Да, соответственно, им кажется, что они будут за все это платить, когда придет время погашать общие европейские облигации, основная тяжесть выплат ляжет на страны Севера. Поэтому по этому механизму они договориться до сих пор не могут. Ну, сейчас, извините, я перебью. Ну, логика своя есть, ведь эти же облигации будут идти по какому-то высшему там ААА рейтингу. Но мы же понимаем, что у стран Юга нет такого рейтинга. Ну, вы понимаете, сейчас, когда Европейский Центробанк фактически монетизирует весь долг, ну, такой проблемы пока, по крайней мере, нет. Как будет развиваться ситуация в дальнейшем, достаточно сложно сказать, но проблема с платежеспособностью стран, в принципе, с Севером оценивается достаточно объективно. Смотрите, какая ситуация. Европейский Союз, надо посмотреть, с чем столкнулась сейчас Европа и вообще мир, так сказать, развитой. Карантин отправил, так сказать, произвел остановку всего сектора услуг. Ну, понятно, там и туризма, и даже финансовых услуг отчасти, да. А это порядка 70% в структуре ВВП Европейского Союза. Причем, чем более сложные экономики, тем выше там доля сектора услуг. Вот этот сектор услуг замер. И замер он и в Соединенных Штатах Америки, и в Европе он замер. Соответственно, это огромные проблемы с безработицей, это огромные проблемы с наполнением бюджета. И теперь вопрос платежеспособности и устойчивости экономической. Это будет большая проблема. Насколько успешно, будут ли так же, вернее, успешно ее решать, предположим, в Италии и, предположим, в Германии, какая будет разница в эффективности. Сейчас это один из серьезных вопросов. Благодарю вас, Святослав. У нас в эфире был директор Института «Новая Украина» Святослав Денисенко. Спасибо большое. Участие Украины в большой международной политике вновь ограничилось большим коррупционным скандалом. Скандал, впрочем, старый, но подробности и эпизоды в нем новые. Личный адвокат Дональда Трампа и экс-мэр Нью-Йорка Рудольф Джулиани продолжают расследование темы разворовывания в Украине американской финансовой помощи во времена Петра Порошенко. Пирамида коррупции, по версии Джулиани, выглядит так. Верхушка – Джордж Сорос и Джо Байден. Далее – три подряд посла США в Украине, поставленные при прямом лоббировании Сороса. Джеффри Пайетт, Уильям Тейлор, Марий Иванович. А также Джордж Кент, в прошлом заместитель посла США в Украине. С украинской стороны – тогдашний президент Петр Порошенко и премьер-министр Яценюк. А также нынешний глава Национального антикоррупционного бюро Артем Сытник и бывший заместитель генпрокурора Виталий Касько. В комментарии с сайту «Страна» источники в окружении Джулиани сообщили, цитата, «Свидетельства о коррупции прошлой украинской власти и о непомерных тратах на НГО могут вылиться в уголовное дело против Порошенко и конец для многих получателей грантов. В США демократов обвиняют в использовании госаппарата в своих корыстных целях и в создании сети НГО, которая крышует коррупцию». Конец цитаты. Главный пункт расследования – исчезновение 5 миллиардов 300 миллионов при участии бывшего посла США Марии Иванович. Новое вводное – хищение 133 миллионов долларов, выделенных штатами на борьбу со СПИДом. С украинской стороны расследование ведет депутат Андрей Деркач, координируя свои действия с Джулиани. Господин Деркач указывает на 36 миллионов долларов, выделенных на, внимание, повышение уверенности граждан Украины. Еще 41 миллион долларов был потрачен на программу «Конкурентная экономика Украины». Преимущественно такие подряды отдавали сомнительным американским фирмам. Деркач объяснил, что красть деньги в Украине очень удобна, так как система воровства налажена идеально. «Система построена таким образом, что контракты получают организации, близкие к бывшим сотрудникам USAID и правительства США – прошлых или действующих чиновников». На этом фоне новыми красками играет телефонный разговор президента Зеленского с государственным секретарем Майком Помпео. Кроме благодарности США за выделение 1,2 млн долларов на борьбу с COVID-19 и отчета по ситуации на Донбассе, президент Украины обсудил возможность получения Киевом от Соединенных Штатов кредитных гарантий, необходимых для стабилизации экономики, в дополнение к тем ресурсам, которые наше государство планирует получить от МВФ, Всемирного банка и других иностранных кредиторов». Наивный вопрос «Сколько можно брать в долг?» и провокационный вопрос «Как это можно отдать?» мы обсудим с экономическим экспертом Виктором Скоршевским. Добрый вечер, Виктор. Давайте начнем с земельного вопроса. Не успел президент подписать в ППХ принятый документ в ночь с 30 на 31 марта, как 2 апреля Всемирный банк выкатил целый ряд требований по принятию пакета законов, упрощающих куплю-продажу земли, в первую очередь иностранцами, а 4 апреля МВФ строго наказал служиться Всемирный банк. Дожмут ли Украину на разрешение продажи земли иностранцам? Внешне управляющие, так сказать, МВФ и Мировой банк держат украинскую власть в тонусе, потому что изначально было сказано и президентом, и другими представителями украинской власти, что тексты законопроекта и закона о земле, он согласован с МВФ, и этот вариант устраивает полностью МВФ. И проголосовали, все как положено ночью, все как положено за пределами иногда и регламента. Ну и тут сразу же включается Мировой банк, что давайте, а где иностранцы, а почему так мало 100 гектаров, вы же говорили, что будет 10 тысяч, а еще лучше 200 тысяч гектаров. Но я думаю, что это больше все-таки сейчас идет, знаете, такая проба, дожмут ли не дожмут. Я думаю, что в данном краткосрочном промежутке времени не будет никаких изменений в принятой закон о земле. И так было уже очень много усилий сделано, как я сказал, и ночью, и с нарушением регламента. Даже этот вариант принять, который заработает или должен заработать с 1 июля 2021 года. Поэтому, я думаю, сейчас пока идет проба, а получится, не получится со стороны Мирового банка и МВФ. Больше их интересует, ну, прежде всего МВФ, интересует так называемый антиколомойский, а я бы назвал антибанковский закон, антисудебный, благодаря которому Национальный банк станет выше всей судебной системы Украины. А, как известно, там могут быть проблемы, потому что, несмотря на то, что он принят в первом чтении, этот законопроект, к второму чтению уже собрано 16 тысяч правок. Да, это в 4 раза больше, чем к земельному закону. Напомню, 2 месяца рассматривал парламент и фактически был заблокирован, если бы не внеочередные заседания Верховной Рады. 16 тысяч это фактически навсегда, ну, до конца года может заблокировать. Поэтому сейчас идут торги, и самый основной вопрос со стороны МВФ именно в этом контексте. Виктор, вот давайте попробуем посчитать с вами. У нас государственной земли 10 миллионов гектаров с копейки. От 9 до 11 миллионов, потому что само государство даже не знает сколько, потому что кадастр полностью не отображает. Ну, 10 в среднем, да. Я для зрителей, чтобы понимали, что государство само не знает сколько у него. Порядка 10, вот всегда средняя называется. Смотрите, оценка была предварительной до всех этих кризисов от 20 до 30 тысяч гривен оценка. Стоимость одного гектара. Ну, еще проще, тысячу долларов. Давайте возьмем уже так. Ну, вот эти тысяча плюс-минус 200, от 800 до 1000. Да, ну, опять-таки в среднем к тысяче. Тысяча опять. 10 миллиардов долларов. Да, но после кризиса, вот там то, что будет в следующем году, и при таких объемах можно предположить, что это будет половина цены. То есть, грубо говоря, 5-7 миллиардов можно будет... То есть, вы сейчас считаете, оцениваете цену вопроса. Цена вопроса 5-10 миллиардов долларов, но хочу отметить, что в этом законе о земле, которые приняли Верховной Раде, до 2024 года государственная земля не подлежит продаже. Только лишь могут продавать свою и покупать землю пайщики. Но это в данном варианте закона, который принят. Ну, возможно, будут что-то менять, но сейчас пока государственная земля выведена из оборота этим законом. Хорошо. Ну вот, смотрите, сколько мы в этом году отдаем кредитов? На какую сумму? Ну, до конца года, если брать чисто из государственного бюджета, полтора миллиарда долларов мы уже отдали приблизительно в первом квартале этого года. Еще мы должны отдать по внешнему государственному долгу, как проценты, так и основная сумма долга, еще 5 миллиардов долларов. То есть, в этом году мы отдаем 6,5 миллиардов долларов. В следующем году приблизительно та же сумма. Мы отдаем 6,5 миллиардов, а на какую сумму мы делаем долги в этом году? В этом году сейчас изначально планировалось, ну, тот закон, который еще пока действующий, закон о госбюджете, который хотят пересмотреть. По внешнему государственному долгу там был нулевой баланс. Он даже не должен был бы и вырасти, этот государственный долг. Сколько брали, столько и погашали. Плюс проценты еще, естественно. А тот вариант законопроекта изменения в госбюджет на 2020 год, который сейчас Кабмин подготовил, то плюс 5 миллиардов долларов. То есть, мы хотим увеличить ровно на 5 миллиардов, ну, точнее, правительство, не мы. Потому что берут-то долги правительство, да, а отдаем-то мы с вами со своих карманов. Ну, такова жизнь, к сожалению, не очень справедливая. То есть, плюс 5 миллиардов долларов хотят увеличить. А еще на 5 миллиардов хотят увеличить и внутренний долг. То есть, в 2020 году, если будут приняты изменения в законобюджете, который сейчас правительство предлагает, государственный долг увеличится на 10 миллиардов долларов. Изначально планировалось, вот в этом законе, который сейчас, плюс 3 миллиарда. То есть, изменения приведут бюджет к росту плюс 7 миллиардов. То есть, темпы роста увеличатся фактически в 2,5 раза. И каков потенциал это отдать? Кроме продажи земли, разумеется. Не, ну, тут сейчас это правительство, предыдущее правительство действует по очень простому механизму. Переодолжить, чтобы переоддать. То есть, замещаются все время старые долги, новыми долгами. И причем, не забывая наращивать эти долги, потому что дефицит бюджета всегда присутствует. Вот это, начиная со времен Кучмы, это все и действует. Ну, Кучма, кстати, меньше всего и занимал. Ну, при президентстве Кучмы больше всего он занимал, увеличил, точнее, государственный внешний долг. Как это ни странно, а может и не странно. Это Ющенко, плюс 14 миллиардов долларов. Порошенко, при Порошенко и при Януковиче было где-то плюс 11, ну, 10-12 миллиардов долларов. То есть, при каждом президенте. При этом президенте продолжается все то же самое, ничего нового. Ну, вот такая долговая, так сказать, петля у нас, все время с нарастаниями, с нарастанием. И, кстати, если брать долговую нагрузку на бюджет, ну, если взять, сравнить выплаты по госдолгу и проценты с доходами бюджета, то на сегодняшний день это порядка 38% надо от доходов бюджета отдавать. Ну, если бы все из доходов отдавалось, то после пересмотра бюджета уже 50%. Благодарю вас за комментарий. С нами был Виктор Скоршевский, экономический эксперт. На этом наша программа подошла к концу. Это была международная панорама ее ведущей Дмитрий Джангиров. Встретимся через неделю. Будьте здоровы, оставайтесь дома. Дмитрий Джангиров.